Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Разговор о медицине» и ее ведущий доктор Смирнов. Сегодня мы поговорим о гаджетозависимости и о ее опасностях для здоровья ребенка. И вообще и взрослых тоже. Сегодня у нас в гостях медицинский психолог Ульяновской областной психиатрической больницы Лариса Юрьевна Сироткина. Здравствуйте, Лариса Юрьевна. Лариса Юрьевна, тема очень такая злободневная. Вообще по исследованиям, по многим исследованиям, порядка трети родителей уже волнуются, что у их детей есть гаджетозависимость или интернет-зависимость по-другому. И больше половины родителей считают, что этой проблемой нужно заниматься, и она действительно назрела. Вот давайте об этом и обо всем другом поговорим с вами. Гаджетозависимость. Откуда она берется и насколько она опасна для ребенка? Дело в том, что мы вступили в такую полосу развития, как бы наша страна и все мы вместе со страной, что вот уже 30 лет это необходимость, она как бы в нашу жизнь входит большими семимильными шагами. И если мы жили как-то в одно время, и мы можем сравнить, что было до и после, то дети, оказавшись в этой реальности, они ее воспринимают уже как истинность. Как должное уже. Как должное, как истинное, да. И поэтому они к этому относятся легко, свободно, они в этом живут, это суть их жизни. Когда про это думает взрослый человек, то он воспринимает это несколько иначе. Что больше всего вот тревожит и волнует вот в этом моменте? В этом моменте волнует то, что взрослый человек, он просто видит картинку. Вот ребенок, вот гаджет. Ах, если они вместе и долго, значит, ребенок занимается этим моментом, значит, возникает тревога, что надо как-то оградить, надо как-то что-то его переключить, что-то ему такое сказать. Но дело в том, что вот те слова или те модели поведения, которые предлагаем мы ребенку, чтобы его переключить или как-то донести, до ребенка они как бы не совсем доходят, эти вот наши модели. Непонимание какое-то идет. Непонимание, конечно. А от того, что идет непонимание, взрослый начинает тревожиться. И вот эта вот тревожность его, она, конечно, сказывается на ребенке. Потом тревожность, она же на что же трансформируется? Вот сначала что делает взрослый человек? Сначала он думает, ох, ужас, как он там много сидит. То есть сначала такой момент, что вот как бы ошарашенность какая-то. Потом что? Потом включаются какие-то эмоции. Такие вот, знаете, кто гневается, кто кричит, кто каким-то образом выражает свои эмоции. Ну так ярко. То есть уже воздействие идет какое-то. Да, да, идет воздействие. И воздействие, оно как бы идет по нарастающей. Вот такой вот клубок мы вываливаем на ребенка. Потом, значит, мы взрослые люди. То есть это не помогает. То есть вот это попробовали, не сработало. Вот это вот попробовали, там покричали что-то еще, там эмоции пар выпустили. Это тоже не срабатывает. Значит, потом используется другое, другой момент. Ну, может быть, поторгуюсь. Вот торг идет, правильно? Вот я тебе вот это, а ты мне вот это, вот это, вот это. Нет, да, торг тоже не срабатывает. Или срабатывает на какое-то очень маленькое время. Потом что взрослые предпринимают? Взрослые опускают руки, где-то выдыхаются. И даже вот когда мы среди своей среды разговариваем, взрослые, ну, некоторые говорят, а я уже устала, у меня уже все, и силы нет, у меня уже там вообще депрессия. Я не знаю, пусть делает, что хочет. И только потом, пройдя вот все вот эти вот стадии с ребенком, такого взаимодействия психологического, да, или не психологического, ну, вот такого вот взаимодействия, взрослый приходит, и ребенок, и взрослый приходят к какому-то пониманию. Взрослый начинает подстраиваться, все-таки ребенка же надо понять, ну, вот почему он там так долго сидит, ну, что его туда так вовлекает. А вот по многим, как бы, вот моментам, которые высказывают и педагоги, и психологи, то есть больше всего ребенка вовлекает в эту деятельность интерес, и ребенок тут же получает бонус, то есть его хвалят, или он получает вот эту вот эмоцию, что он хороший. Понимаете, и это происходит мгновенно, это происходит быстро. И наши нейронные сети, они все это как бы... Ну, то есть даже в программах подразумеваются какие-то баллы, какие-то там, да, различные там бонусы и так далее. Конечно, бонусы, и ребенок, тем более подросток, если мы, допустим, говорим про подростка, он сразу получает вот такую похвальбу. Ведь если мы разговариваем с подростком, или его воспитываем, или вообще мы с ним проживаем, и мы с ним имеем дело, то чаще всего мы, подростка, что? Мы его поругиваем, мы ему высказываем какие-то недовольства. А ведь если взрослый проникнется вот в эту систему, почему он так много проводит, допустим, за играми? До 62% вот есть такое как бы изучение этого момента, что вот столько времени проводят дети за этими играми. Почему ребенок играет? А потому что, с одной стороны, вот интерес и поощрение, а с другой стороны, ведь он там развивает в том числе и свои способности. Лариса Юрьевна, наверное, еще один момент есть. Наверное, альтернативы тоже нет. Мы не даем альтернативу ребенку. То есть какую-то замену, живое общение какое-то. Это конечно, это конечно. Лариса Юрьевна, я хочу вас немножко приключить с этой темой. Вы же медицинский психолог, да? Но все-таки сейчас родители послушают, тоже нас скажут. Ну, в принципе, ничего страшного, что он занимается там. 60% с чем-то там вроде бы много, но все-таки не 100%. Да, но не 100%. Но тем не менее, вот какие симптомы, какая клиническая картина у ребенка может все-таки насторожить родителей, что нужно обратиться к специалистам и нужно более какие-то такие веские доводы, что действительно уже куда-то двигается не в ту сторону. Да, но это естественно, если родители наблюдательные, даже если не наблюдательные, все равно эти симптомы, они как-то будут проявляться. В чем? Да, они будут проявляться в том, что ребенок, который много время проводит вот среди гаджетов. Ну, в интернете или в гаджетах. Да, 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 конечно. То у него, естественно, будет ломкое настроение. Либо оно ломкое, неустойчивое. Такое, да, туда-сюда. Неустойчивость настроения. Да, неустойчивость настроения. Это начало. Потом настроение будет гаситься, то есть настроение будет ухудшаться. Будут какие-то депрессивные реакции, такие вот апатичные реакции. Ничего не хочется, все это его раздражает. Ребенка начинает... Может, даже в учебе какие-то вещи тоже пойдут, да? Конечно, конечно, да. Там он будет тоже провисать в учебе, потому что он будет, ну, как-то туда весь сконцентрирован. Потом, естественно, это будет проявляться и в познавательных моментах. То есть уставший мозг, он что? Он будет маловнимательный, память будет проседать, да. А потом, смотрите, вот память, значит, у нас память оперативная, это вот то, что мы сейчас запоминаем. А потом нам надо все это в какую-то долговременную память перевести, чтобы этим воспользоваться. Что делают гаджеты? Он замещает вот этот вот наш архив памяти, то, что архивируется. Вот здесь этого не происходит, и мозгу эта функция, она, по сути дела, она как бы выключается, она не нужна. То есть вот, смотрите, идет, значит, снижение памяти, идет закисание, как бы атрофирование какой-то долговременной памяти. Он не может оттуда достать ребенок, потому что он туда ничего не архивирует. Вот это вот общий фон настроения. Потом идет, как бы, если мы говорим про социализацию детей, тут же идет отрыв от своих. То есть коммуникабельности не будет, да, со сверстниками и так далее? Конечно, она будет, но она уйдет онлайн. И потом ты же не видишь реакцию. То есть проще будет в группах общаться? Конечно, ты же не видишь реакцию своего сверстника. Ты что-то написал, какой там ответ? То есть ты не умеешь подстраиваться. У тебя вот этот вот пласт подстройки, общения, он тоже, как бы, ну, приходит в такое состояние, в неразвивающееся. Он как бы замирает. Вот. То есть вот по таким моментам, да, что ребенок меньше общается со сверстниками, а больше, значит, вот... Ну, меньше общается в плане живого общения такого. Живого общения, да. Хотя вот, значит, если верить, ну, вот тем моментам, которые, значит, вот, ну, срезы какие-то ученые делают по этим, по разным вещам, то дети всего лишь 10% используют гаджеты для общения. 62% они используют для игр, для мемов. Потом, значит, кино и музыка, это 32%. Как-то вот... Ну, более маленькие, наверное, они там мультфильмы и так далее, и так далее. Да, 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 да. Блогеров смотрят, 18% времени тратится. Тоже много. Да, и всего 10% на общение. То есть коммуникации все равно сильно проседают. Ну, тогда, Лариса Юрьевна, а по-хорошему тогда вот сколько, получается, ребенок должен вообще, или может вообще в интернете быть, в гаджетах, вот сколько по времени? Вот если взять сутки, например, там, да, сколько вот часов он может провести? Ну, вот у нас Роспотребнадзор, вот эти какие-то... Ну, пусть там с перерывами, там, или как-то, ну, в общей сложности. В общей сложности. Ну, вот если брать, допустим, дошкольника, до двух лет, конечно, не надо вообще... То есть вот хорошее, кстати, это, да? То есть до двух лет вообще лучше не... Конечно, конечно. То есть... Формирование идет и зрение, и как бы, да, и мышление, и так далее, и так далее. Да, зрение, мышление. Нервная система. Нервная система. Здесь ребенок должен все щупать, брать в рот, кушать, нюхать там и прочее. Ну, навыкам как-то учиться таким, да. Навыкам, конечно. Иначе ты в среде потом, в среду не впишешься. С трех-четырех лет, значит, рекомендуют так же, вот, как занятия идут, допустим, в детском саду, если ребенок там, то вот занятия идут где-то 25, ну, хотя в младшей группе-то они еще короче идут. Но здесь вот предлагается, ну, минут 30-40, вот самый, как бы, самый большой момент, 40 минут для такого ребенка. Пять-шесть лет, там уже до 60 минут. Первоклассник, вернее, начальная школа рекомендует до полутора часов, а уже там чуть постарше, как бы, среднее, где-то они уже 2-2,5 часа, и когда мы говорим про юность, то там уже до 3-4 часов. Анастасия, есть ведь еще один момент, вот, не сказал я об этом, да, что ведь дети тоже отмечают, да, вот, тоже проводили исследования по статистике, да, что дети тоже отмечают, больше половины детей опрошенных, сказали, что у них родители тоже очень много проводят времени и в телефонах, и в гаджетах, и в смартфонах, да, и в интернете и так далее. То есть, получается, тут, как бы, вот такой... Начни с себя. Да, начни с себя, получается. Да, 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 это получается, да. С одной стороны, вот вы спросили, конечно, среда формирует, и мы не можем уже без этой среды, и она входит в наш быт, в нашу суть и становится нашей солью. Ну, и, естественно, родители, как те же потребители этих гаджетов и интернет-контента, естественно, они приходят и привносят. Мало того, что мы на работе, как бы, много времени посвящаем этому, потому что это, как бы, ну, раздел нашей работы, но мы приходим домой, и мы делаем то же самое. А ребенок, он же не на словах учится, он на поступках на наших учится. И если мы не вводим никакие правила у себя в семье, а просто вот-вот мы пришли и тоже вот над вымыслом со слезами облились, читая и эту ленту там, и все, и вот, естественно, ребенок это тоже видит. Естественно, он как кальку списывает с родителя его поведение, и когда мы ему говорим, что, ну, дорогой, давай мы вот это вот то, вот то, то у него уже сформирована вот эта потребность. Он знает, что как здорово сёрфить. Вот мама сёрфит, папа сёрфит, и я буду сёрфить. Я такой же замечательный сёрф. Ну, вот мы уже вскользь с вами упомянули об этом, да, все-таки какие-то доводы нужно приводить ребенку, да, чтобы все-таки как-то вот его немножко отвлекать от интернет-зависимости, от гаджет-зависимости. Ну, вот какие доводы должны родители приводить? Вот что нужно сказать, чтобы действительно ребенку аргументировано? Я понимаю, что всё индивидуально, да? Каждому ребенку свой подход, и родители как бы знают лучше всего своего ребенка, и знают какие-то подходы. Но всё-таки какие-то общие моменты есть в этом? Ну, я думаю, есть. Вот смотрите, всегда должен быть диалог. Если диалога нет, а есть просто вот сверху папа пришёл, и вот он сказал, вот будет так, вот оставляй, и всё. Ну, у ребёнка может истерика начаться, и он будет рассоренный весь со всеми ввиду того, что с ним так поступили. То есть дети, они тоже на это нацелены. И когда вот я расспрашивала подростков, а как быть, вот вы срастаетесь с этим предметом, вот они говорят, вот, а нам бы хотелось, чтобы с нами разговаривали и нам объясняли. Причём на равных, наверное, да? На равных, на равных, да. И смотрите, если правила действуют в семье, их должны выполнять все, а не так, что вот для тебя есть правила, а я пришёл, я взрослый, у меня нет правил. Тогда получается, что диссонансы, опять же, если ему можно, и мне можно. Опять конфликт интересов. Надо учитывать, конечно. Конечно, да. Но с другой стороны, надо учитывать ещё, вот как ребёнку сказать. Вот диалог – это очень важно, он будет всегда на первом месте. И даже если будут эти правила срываться, вот мы определили круг правил, ну, например, в 10 часов вечера мы оставляем гаджеты и ложимся спать уже без гаджетов. Потому что они же там под одеялом-то все читают, смотрят и продолжают с ними общаться. Да, Лариса Юрьевна, один из моментов, я тоже так думаю, ну, согласитесь со мной, наверное, да, как психолог, может быть даже какие-то вот давать, какие-то поручения, какие-то задания ребёнку, ну, как альтернатива, наверное, да? То есть вот сейчас ты сделаешь там то-то, то-то, да? Это как в награду. Конечно, конечно. Вы прям чётко идёте по этой линии. Конечно. То есть если ты эти правила выполняешь, конечно, у тебя будет награда. Ну, а если мы все не выполняем, значит, у каждого из нас мы за свои ошибочки что-то должны, ну, чем-то поступиться. Не только я. Вот если папа нарушил, и он чем-то должен поступиться. То есть эти правила, конечно, каждая семья придумывает, ну, как бы обозначает для себя сама. Ну, и естественно, что вот как бы другая-то часть жизни, она же тоже остаётся, и мы понимаем, что она должна непременно присутствовать. Потому что это развивает наши способности и наш мозг. Вот ещё такой момент интересный тоже, когда вот про это думала. Значит, прочла, что когда чрезмерно больше семи часов там или сколько-то вот ребёнок проводит за этими гаджетами, то идёт бомбардировка вот зрительной зоны мозга затылочная. То есть другие зоны, допустим, теменная зона, допустим, лобная зона, потом вот ретикулярная формация, мозжечок. То есть они же тоже отвечают за очень большой раздел жизни. Ну, физиологические процессы очень многие на них, конечно. А получается, что вот та всё время стимулируется, то есть зрительные сигналы, которые поступают туда, то есть идёт стимуляция. А какая-то зона начинает ущербно, да. Конечно, а ущербная зона, и что, значит, какой момент, значит, вывод вот из того, что вот я прочла, что получается так, что у ребёнка вот эмоциональная часть, эмоциональная часть жизни, его эмоции, его творчество, желание как-то созидать, что-то над чем-то размышлять. Вот этот вот процесс, он как бы тухнет, гаснет, потому что он не стимулируется, а стимулируется вот только какое-то рацию и какое-то такое линейное мышление. То есть ребёнок в этом теряет. Потом для развития это же тоже по совокупности развивает. Даже вот так смотришь, родители, которые, например, какие-то секции отдают, спортивные кружки, там ещё куда-то, ну, разного плана, да, то смотришь, вот эти дети, они меньше как бы занимаются, вот у них меньше вот этой гажезависимости, они переключаются, вот как раз то, о чём мы говорим. То есть идёт переключение, да, и интересы меняются, и уже они понимают, что живое общение намного интереснее, и всё это... Да, то есть когда они этого не чувствуют, они как бы не хотят и не соглашаются, они сидят там. А когда мы начинаем, ну, предлагать, вовлекать, опять же, это всё через диалог. Вот просто так вот, что я тебя записала туда-то, конечно, мы понимаем, что это хорошо, но это может не совпадать с интересами ребёнка. Поэтому, конечно, нужно пробовать, нужно их предлагать, вот как вы говорите, различные секции, ну, и себя как пример. Есть, наверное, ещё одна сторона, то есть вот родители, когда интересуются жизнью ребёнка, то есть спрашивают, как день прошёл, как там, как в школе дела, как там в кружке дела, как там со сверстниками, там, какое настроение, ну, вот вообще, да, то есть интересуются, и ребёнок открывается, рассказывает об этом всём, да, а так ему с кем делиться? Получается, только вот интернет, да, получается, туда. Вот, кстати, об интернете. Сейчас очень много социальных сетей, это понятно, то есть мы без этого уже никуда не можем, и это, наверное, правильно, это сейчас мир такой современный. Вот какие социальные сети допустимы для ребёнка, в каком возрасте вообще можно, да, и какого плана всё-таки социальные сети допустимы вообще вот для детского, как говорится, мозга, да? Ну, я полагаю, вот социальные сети, это всё-таки про общение и про контакты. Вот эта потребность формируется у детей, как бы так вот мощно, она начинает формироваться, закладываться в раннем подростковом возрасте. Это лет с девяти... Ну, то есть подростковый всё-таки, не совсем ранний, подростковый. То есть получается лет где-то с одиннадцать, да, получается так? Это уже средний подросток. Да, то есть ещё раньше. Ещё раньше, да. А в девять, в десять, это вот начальные... В девять, в десять. Да, начальные фазы. То есть они уже могут, какие-то социальные сети? Да, могут социальные сети, можно уже... Родителям надо следить, какие-то социальные сети, как-то контролировать вообще допустимо, нужно или вообще как это всё? Ну вот смотрите, опять же... Как это делать осторожно. Да, как это делать осторожно, потому что слово контроль у нас всё время звучит, потому что родители, для родителей самый, им кажется, короткий путь. И ребёнок, наоборот, начнёт закрываться. Да, да. Для родителей это короткий путь, как им, как бы, кажется, видится сверху. А для ребёнка, опять же, вот мы опять к чему приходим, к диалогу. Но если ребёнок позволит, то вы можете его порасспросить или там так, да. Но как-то надо аккуратно, учитывая его интересы, учитывая то, что всё-таки перед нами уже личность. Пусть она маленькая, но она личность. Если мы это учитываем, то не будет вот этого противодействия, и не будет так, что ребёнок захлопнул, ничего не показывает, всё вот так закрыто под семью замками, а вы там себе накручиваете, вы накручиваете что-то там, да. Конечно, диалог это идеальный. Не все могут, но стремиться к этому, я думаю, естественно, следует. Ну и, видимо, какие-то ещё есть такие моменты, любую программу, есть же в гаджетах какие-то функции такие, где родитель может каким-то образом регламентировать вот эти вот его полёты. А вот есть такое понятие даже, ну, деменция, да, возникает даже, вот её как-то называют, да, вот именно... Цифровая. Да, цифровая деменция. То есть есть такое уже всё-таки понятие, да, цифровая деменция. Современно такое. Это, наверное, такое грозное уже такое осложнение, вот это интернет-зависимости, да, и гаджеты-зависимости. В чём она может проявляться, и чем она опасна, и когда нужно, как говорится, бить колокола, как говорится. Ну, это, опять же, по совокупности, по совокупности тех проявлений, которые человек, как бы, которые мы замечаем за человеком. То есть где-то, наверное, в 90-е годы, значит, учёными был такой вот какой-то исследован феномен, он заключался в чём? Вот мы знаем, что Корея очень лихо развивается, очень быстро развивается в этом направлении. И вот там определённая группа людей, молодых людей, вот они стали меняться в поведении. В чём это выражалось? Это выражалось, вот мы уже с вами говорили, что это апатичность, это меняется настроение, оно как бы уходит в упадок, равнодушие, потом какая-то истощаемость сил у человека появляется. У такого человека страдает память, начинает страдать память, он начинает как бы где-то заговариваться, провисать. У него рассеянное внимание. Особенно, наверное, кратковременная память, да, вот здесь страдает? Да, кратковременная память, да. У него рассеянное внимание. То есть вот эти вот симптомы, они говорят о том, что вот как бы наступает какое-то нездоровье. И эти симптомы, почему вот цифровой деменцией назвали? Что они где-то схожи с началом такого заболевания, ну, как именно психического заболевания. Деменция, это же в психиатрии заболевание-то. Поэтому вот цифровая деменция. То есть вот начало как бы напоминает, что такое деменция. Это стирание знаний, стирание памяти, ну, если просто говорить, да. Вот тут происходит такая же картина. Это начало как будто такой картины напоминает, вот что-то напоминает вот по этим симптомам. Поэтому вот таким образом названо. Но хочу сказать, что это обратимый момент. Если старческая деменция, это все-таки необратимый процесс, его надо лечить и поддерживать. То здесь это все-таки у молодых людей, это все-таки обратимый процесс. То есть регресс можно добиться? Конечно, конечно. Дарья Семеновна, давайте сразу скажем, каким специалистам нужно в этом случае обратиться, если даже начальные какие-то явления, проявления вот этой гаджеты зависимости, интернет-зависимости, опять же, даже может быть проявление начальной деменции той же самой. К каким специалистам нужно обратиться? Мы, конечно, в программе дадим телефоны, да. Вот есть ли горячие линии, может быть? И вообще вот куда, к каким специалистам можно обратиться? Родители. Ну, с зависимостями у нас работают психологи из наркологии, да. Наркологи работают, естественно. Раз зависимость, это вот как бы все близко сочетает, как бы все понятно. В поликлиниках детских тоже есть психологи, да? Конечно, в детских поликлиниках есть психологи. И на Кирова-20 есть психологи, которые могут на этой стадии все это посмотреть, отсмотреть, какие-то родителям дать наставления или какие-то пожелания. Ну и, естественно, должны посмотреть еще и врачи, если это какая-то такая глубокая. Но вот с этим не обращаются очень часто. То есть на уровне, что он много сидит, это одно. Конечно, если ничего не видят такого. А когда уже какие-то идут расстройства психики, здесь уже, конечно, психиатр. Я хочу, чтобы как следствие из нашего разговора, чтобы родители сейчас услышали нас, увидели, и сказали, что да, нужно обращаться, нужно все-таки, как говорится, бить тревогу, если вы чувствуете, что что-то с ребенком с вашим происходит. Потому что это такая же зависимость, как любая другая. То есть это тоже как замкнутый круг получается. И в конечном счете страдает здоровье вашего ребенка. Поэтому об этом надо помнить. Это очень важно. Ну вот у нас очень много вопросов поступило от наших телезрительниц. Такого однообразного плана. Что вот у меня, у ребенка я забрала его телефон, забрала его смартфон или планшет. И вот истерика, он там в слезах, истерика, кричит, ругается. Вот в этом случае, как родители себя вести, чтобы действительно какой-то разрыв не получился с ребенком. Это же тоже очень важно, чтобы вот эта связь не оборвалась. Как здесь делать, как поступить? Ну, отнимать, конечно, нельзя. Это понятно. То есть опять же доводы, да? Опять же доводы, разговоры. Ту же реакцию, про которую вы сказали, вы ее прям мгновенно получите тут же, прям сразу. Поэтому, конечно, нужно договариваться и вырабатывать правила. Мы еще раз на этом как бы сакцентируемся, да? Договариваться. Нужно расспрашивать. А что тебе вот там так интересно? Ты мне расскажи. Я буду это понимать, я стану твоим, ну, как бы, соучастником. Или буду тебя поддерживать. Если я вот это вот как бы усвою, пойму, вникну в это. То есть если ты проявляешь истинный интерес, а не просто запрещаешь. То есть диалог без него никуда. Это вот самое большое достояние наше, которое до сих пор оно с нами. Но вот мы уже как-то стараемся этим меньше пользоваться. А вот не нужно меньше пользоваться, нужно этим больше пользоваться. И так же, как вот подростки объясняли мне, а вы нам расскажите, почему так? То есть не просто сказать, вот нельзя, плохо и все. А вы расскажите, а почему нельзя, а что? Потому что они хотят аргументировать, дети. У них свои плюсы и доводы для нас есть. Поэтому родители должны быть готовы к тому, чтобы на его плюсы показать, а какие минусы ты можешь от этого извлечь. Плюсы-то он знает, понятно, ребенок? И он тебе их расскажет, и он к этому готов. То есть диалог, он всегда позволит наладить контакт. И всегда позволит договориться. Ну, а потом правила, опять же, вот правила должны действовать на всех. Ну и не зря жила, я все время на уровне законодательства даже решили, что вот такое решение, да, очень правильно, я считаю, и своевременно, что даже в какой-то степени запретить, да, использовать смартфонов, там, планшетов во время учебного процесса. Это же тоже очень важно. Конечно, конечно. То есть уже и педагоги на это, да, акцентируют внимание. Начинают, да, начинают это тоже. Я хочу, чтобы вы все-таки понимали, и наши телезрители эти, значит, что все-таки все идет из семьи, из дома, да, поэтому все-таки максимально, да, ребенок находится перед глазами своих родителей. Своих родителей, да. И здесь только они могут повлиять на то, как он относится и к интернету, да, и к гаджетам, и к планшетам. То есть какая-то должна быть, наверное, появиться культура, да, вот даже какая-то своеобразная культура общения. Она сейчас формируется. Уже формируется, да. Формируется, это вот один момент. И второй момент, вот я полагаю, что все-таки этого как бы пугаться, бояться не надо, надо в это войти. А когда ты в это состояние входишь, изнутри тебе уже по-другому все это видится. Не свысока вот, а вот когда изнутри. Ну, я думаю, что наш разговор сегодняшний тоже там подспорим будет, да, вот, чтобы действительно родители понимали, что все решаемо, да, есть специалисты на местах, к которым можно обратиться. Если вы что-то чувствуете, что что-то не то происходит, обратитесь. Всегда лучше вовремя обратитесь к специалисту, будет помощь оказана. Ну, и уже по традиции такой добрый, да, в завершении нашей программы, какие-то добрые пожелания, и как от психолога медицинского, и как от просто специалиста. Ну, может быть, касаясь как раз нашей темы. Да, ну, знаете, я бы пожелала, чтобы родители проявляли интерес к своим детям. Вот там такие миры открываются. Нам порой некогда, порой мы очень какими-то другими вещами заняты. А когда мы вот истинный какой-то устанавливаем контакт, пусть он будет недолгим, но пусть он будет чувственным, истинным и честным. И дети таким добром ответят. Поэтому вот я думаю, контакт это большое дело. Спасибо большое. Именно истинный. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.